всех приветствую сегодня очередная вылазка прошелся я тут уже по некоторым объектам результаты интересные конечно но в общем то в принципе все повторяется уже в третий раз хотя сегодня у меня значение совсем низкие сегодня с ночной смены поэтому утром вышел вернее как утром после того как встал уже ближе к обеду это было где-то около 11 часов у меня было буквально там 5 мили вольт как говорят мили вольт и надо правильно говорить но на типа миллиметры и так далее ну я бы сказал микрометры или микровольт и тоже будет по моему правильно наверное кому-то кажется и неправильно это неважно сути это не меняет сегодня я дома вышел я не проверяю сейчас даже дома я выхожу и возле дома проверяю чтобы уже там про наводки совсем не было речи у меня было в районе 5 микровольт поехал я туда к другу у друга во дворе проверил примерно то же самое было примерно 5 микровольт затем пошел фонтаном этим 4 пирамидки все наверное видели кто смотрит там было где-то 20 микровольт 25 вот так в этом районе устаканивалась затем я приехал домой пообедал немножко отдохнул вышел опять возле дома проверил уже у меня показатели 20 микровольт пошел я до мартини церкви там проверил было 40 микровольт подошел к собору там работы идут и об этом и александр говорил я в этом очередной раз убеждаюсь там сейчас либо ничего либо максимум до 15 микровольт проскакивает вот у меня за спиной лип франкер хи сейчас я возле нее тоже проверил 40 микровольт то есть два раза да если там у фонтанов было не в два раза намного больше то тут данный момент в два раза и проверил конечно же я вот у этого камня тут были показания сейчас сейчас покажу тут были показания гораздо ниже где-то 15 микровольт 10-15 вот так вот в общем то чем тут еще суть там многие не понимают в общем я сейчас нахожусь в одном состоянии до живу я тут рядом буквально тут вот до этой церкви доли франкер хи буквально то 400 примерно метров до собора будет наверно где-то 250 то мартини наверно метров 200 вот так примерно не мерила метре не могу сказать в общем чем смысл это выхожу из дома проверяю затем проверяю на этих объектах допустим если кто первый раз задумал это делать во первых потренируйтесь попробуйте на подушечках пальцев вот у меня например ближе к сгибу на указательном пальце ближе к сгибу на подушечках есть место где эти показатели самые высокие и вот допустим неважно сейчас у меня внутри ли франкер хи проскакивала до 80 микровольт но при этом всегда падала до 20 в общем должно где-то устаканится как я уже говорил надо несколько раз брать пробовать пробовать и общем находите более стабильное напряжение которое устаканится она может либо подниматься либо опускаться неважно но все равно это примерно устаканится каком-то районе и вот результат там получается у фонтанов сейчас примерно в четыре раза поднялась у мартини два раза ли франкер хи возле два раза внутри опять же там не так я не понял не смог этого уловить еще служительница пришла включила музыку и поэтому совсем прыгать начало то 80 то 20 я ловил ловил толком у меня нигде не устаканилось то вверх то вниз непонятно что то происходит у собора так как там сейчас проходят работы ремонт там либо просто по нолям либо там ну где-то десяточку может быть 15 вылазить говорим пополам опять же сваливается в ноль такие но не знаем там виктор урала почему-то меня так пытается отговорить от этого что это слишком не точные показания очень большая погрешность но тем не менее исходя из своего опыта этим занимаюсь уже не первый год я наблюдаю совсем другое это более-менее стабильная и когда вы натренируетесь пальцами где это у вас происходит это более-менее стабильно все показатели можно видеть конечно опять же зависит от мультиметра может быть он какой-нибудь очень слабенький но все равно будут показания допустим ниже но принцип один и тот же выше и ниже опять же где в одном том же состоянии сейчас нахожусь и разницы поэтому я не вижу никакой влажность пальцев конечно если вы намочите слюной пальцы сопротивление сильно понижится понизится и у вас конечно показатели очень сильно вверх взлетят так скажем поэтому влажность вот я ничего не делаю я хожу у меня влажность примерно всегда одна и та же ну может быть кто-то хочет для чистоты еще перед каждым замером там быть протирать пальцы да но это надо не забывать тогда всегда протирать потому что все таки жировые вот эти железы выделения все равно у нас присутствует влажность на пальцах это надо тоже учитывать если вы ничего не делаете с пальцами то ничего не делаете если вы постоянно слюнявить их то постоянно надо слюнявить либо постоянно вытирать сейчас я еще поеду опять же к этим фонтанам у меня там еще в тот раз шумки то совсем мало было поэтому я еще добавлю туда у собора я не вижу смысла потому что сейчас покажу пройдусь там идут работы поэтому смысла нету затем поеду я в лес съезжу это мне один из зрителей такой совет дал интересный в общем найти свое дерево кстати я вот узнаю это мое дерево или нет обняться с ним там как это многие делают постоять и потом посмотреть на результаты в общем опять же до и после сейчас я это и проделаю сейчас сначала к фонтанам поеду затем поеду и еще один интересный опыт мне написала одна зрительница к сожалению забыл имя и фамилия это подсоединиться последовательно с другими людьми в общем-то берете за руку и крайняя рука ваша и крайняя рука другой стороны берете за щупы и проверяете таким образом я проверил с одним всего лишь человеком но всплеск сразу был в три раза в три раза прям сразу потом он немножко падает но все равно примерно в два раза показатели выше в два человека и перед этим я замерял как у себя и у этого человека с кем соединялся последовательно поэтому примерно в два раза показатели выше поэтому пробуйте я опять же не утверждаю что это все точно это все работает это все на стадии эксперимента на стадии проб и также мне зритель зритель один подкинул ссылочку на канал молодой там парнишка показывает один медный цилиндр один цинковый цилиндр чем-то они там наполнены уголь и еще что-то не помню и показывает как у него идет заряд а тем же опять же тем же мультиметром это все показывает я постараюсь найти этот ролик и оставлю ссылочку на него посмотрите сами убедитесь в этом почему я в принципе и делаю антенну в принципе я ее сейчас не делаю пока у меня много других дел вот сегодня в принципе можно было но мне сегодня захотелось пойти прогуляться так как у меня сегодня выходной 23 августа и завтра еще выходной но завтра у меня опять дела надо кое-что доделать по своим делам и вот тут работы опять проходят потом по вот этой гранитной дорожке я ее показывал вот она так резко прервалась это после моего зашунгичивания вот такая работа тут быстро началась в общем то у всех трех церквей произошли изменения и причем она вот так по центру прям раз и закончилась тут как это объяснить вот это вот деньги кончились камни кончились силы кончились в чем причина почему до конца не доделали подозреваю оставили на следующий раз в общем то в данное время не вижу смысла тут что-то делать хотя я в тот раз тут тоже все же проделал немножко но понимал что скорее всего результатов никаких не будет и их в данный момент нету результаты тут нулевые у тех двух церквей сейчас работы не проходят и там результаты есть в два раза два раза разница ну будем надеяться когда-нибудь работа закончится все это сделать шунгец шунгец нормальный и все-таки добиться тех результатов которые здесь были по 100-150 микровольт как-то так ну вот собор интересный камни интересные особенно внутри когда я смотрю но этот еще ладно в Магдебурге совсем у каждого камня своя форма особенно вот эти на сводных потолках и как они туда эти камни подгоняли у которых щелей почти нету почти нулевые а по данным закончен он был примерно 500 лет назад и посмотрите на инструменты примерно 500 лет назад ну в общем все как-то так что-то еще хотел сказать сейчас уже забыл ну наверное по дурдому конечно что-то хотел сказать а точно вспомнил многие многие я вот за этим процессом очень тщательно наблюдаем по баранофикусу очень многие сопливят в общем сопливят кашляют и причем в основном те кто прошли процедуру конечно я уже не зарекаюсь потому что я болел но честно говоря по мне это был грипп я не с ноль просто отличие у меня было это был банальный грипп но тем не менее вот эта процедурка показала что якобы нет но кому верить себе или им я все же себе больше верю поэтому сейчас скоро осень все думаю возобновится хотя смотришь на людей вот эти кто прошли процедуру все как бы не так как бы как надо идет ну для кого-то это конечно как надо идет а вот для тех кто прошел процедуру похоже не совсем так как надо у меня среди знакомых друзей даже друзья есть вот сегодня один засопливил и закашлял даже не знаю завтра он мне нужен будет он мне помогать или нет ну вот небольшой такой результат сейчас все поехала еще до фонтанов проскочу и поеду в лес и так я уже возле леса там я не показывал свои показания сейчас объясню почему просто верьте на слово или не верьте это дело ваше дело в том что стабилизатор у меня на ножках стабилизатор надо включить поставить на него прицепить телефон и так далее это довольно нудно нудное занятие но сейчас я решил это все-таки проделать так как я стою в лесу практически ловлю свои вот показания опять же напомню у каждого есть индивидуальное место на своих подушечках у меня как я уже сказал сейчас покажу вот примерно вот ближе к сгибу вот примерно в этом положении вот сейчас я уже поймал было 35 но она видите резко упала 15 10 ну где-то все равно сейчас стабилизируется попробуем еще несколько раз чуть-чуть менять места на подушечках чуть-чуть двигать и все равно как видите показания у меня сегодня очень низкий ну скажем в районе 10 15 микровольд вот сколько я уже попробовал раз это каждое резкое падение это я меняю пальцы там на подушечках в районе где-то 14 15 иногда может вот так и до 30 проскочить но все равно потом упадет куда-то видите все равно сваливается вот в этом районе и в чем смысл вот сейчас эти показания я запомнил пойду к дереву не помню уже честно говоря как я определял какое мое дерево это было давно по каким-то параметрам я определил что это дуб и сейчас я буду это проверять заодно я наверное пойму дуб мое ли дерево или нет правильно ли я это решил тогда пару лет назад и посмотрю будут ли какие-нибудь изменения в таком варианте и кому интересно можете кстати попробовать вот скажем там супруги там можно детей подключить взяться за руки там два три четыре человека неважно и один допустим крайний слева берет левой рукой другой крайний берет справа правой рукой и смотрите показания насколько то перед этим каждый конечно лучше если проверить допустим там 15-20 микровольт примерно смотрите все равно будут примерно где-то они близки где-то находите ловите ловите и где они устаканиваются да ну сейчас это совсем ну скажем вот 10 микровольт да от 10 до 15 так скажем иногда могут немножко расти они такие все-таки прибор для этого не предназначен так скажем но что имеем то имеем теми пользуемся я не знаю вообще почему этим никто из людей до сих пор не задался вот чтобы создать такой прибор измерять напряжение человека я понимаю что это где-то близко что-то к электростатики ну опять же это скорее всего не электростатика но что-то где-то в этом районе и почему никто не задается таким вопросами не сделал до сегодняшнего дня такого прибора которым мы можем себя измерять и таким образом как бы хотя бы определять свое состояние потому что иногда мы не понимаем например сходил я вот я рассказывал сходил я когда-то в собор потом сходил в Липпранкирхе и что я поимел я когда пришел домой я чуть не обалдел у меня такое было состояние как будто бы я не знаю очень очень долго работал как будто я пахал пахал и прошло буквально я прогулялся если там мне где-то 400 метров ну плюс вот эти замерения делать там посидел где-то музыку послушал ну пускай полтора часа максимум два часа легкая прогулка у себя возле дома недалеко в центре по городу можно сказать ну и когда я пришел домой у меня состояние было выжатого лимона да я все я целый день физически отпахал состояние такое бы и вот в данном случае как раз бы и проверить мне надо было вот это напряжение но я это очень сильно по себе чувствовал ну почему я не проверил вот например мультиметром я представление не имею забыл почему-то так скажем бывает такое опыт есть разный потом вот генератор кише например я там даже пытался тоже Александра к этому делу подключить хорошо что он не подключился не потратил свое время так скажем на это дело хотя я не скажу что я ничего не получил я получил какой-то опыт определенный в плюсе я получил это энергия рук энергия рук очень сильно усилилась этим я постоянно занимаюсь сейчас в двух словах расскажу и вот машина да машина у меня на пару литров меньше стала потреблять в то время когда я этим вот этой водой мыл машину просто я это проделал по-моему то ли 3 то ли 4 раза и постоянно она но это к сожалению часто машину надо мыть а я немножко ленивый я вот в данный момент я уже не помню когда я машину мыл дождик должен помыть типа я так наверное считаю в общем то времени не хватает даже машину помыть ну не такая уж сильно грязная просто в пыли и это тоже довольно такой полезный опыт да самое полезное это конечно же ваша энергия рук кто чувствует генератор кише тут помощь скажем так я очень сильно почувствовал и недавно у меня когда я начал заниматься энергией рук когда я ее почувствовал естественно я начал очень сильно это меня заинтересовало я начал развивать это в себе пытаться достичь каких-то результатов я никого не лечу ни на ком не экспериментирую только на себе и тогда я уже попробовал у меня левая пятка постоянно болела я делал компрессы с перекиси водорода пят на пятке у меня она была самая низу боль а она сместилась на заднюю часть пятки и когда я все-таки вспомнил опять про энергию рук и я думаю дай-ка я попробую левую я поднял вверх вроде как бы получаю левой рукой энергию с атмосферы а правой рукой такими импульсами я постоянно воздействую импульсами импульсами сейчас я делаю такой я его называю энергетический массаж живота это я делаю над животом когда ложусь перед сном и ладошками с обеих сторон на ширине именно живота это я проделываю животом я это чувствую ну просто это описать конечно невозможное ощущение но дело в том что почему я попробовал над животом это у меня простата была я тогда еще начал это пробовать и хорошо прочувствовал и как-то не так давно у меня слегка появились неприятные ощущения в районе печени я стал снова это регулярно делать эти ощущения пропали и тут недавно у меня пятка не слегка болела и пятка слегка опять заболела а перед этим я делал гимнастику на вытяжку по пубновскому кто смотрел как я там лечусь тот знает и по всей видимости я слегка перестарался слегка наверное даже это скромно сказано но в общем-то у меня появились в правом бедре слегка боли и вечером очередной раз перед сном я лег и начал воздействовать именно на бедра бедро перестало болеть ну это где-то в районе 5-10 минут время я не засекаю не могу сказать по ощущениям 5-10 минут но самое интересное я воздействовал на оба бедра и в левой пятке вот эта появившаяся вновь боль уже через несколько лет два года как минимум по-моему даже больше уже когда я первый раз энергию почувствовал по-моему больше в общем-то в пятке тоже боль ушла и вот сейчас у меня нету ее и бедро кстати фу-фу-фу уже пару дней это я вот проделал ни бедро ни пятка ну пробуйте это все интересно по поводу мультиметра я уже сказал пробуйте экспериментируйте я не мочу я ничего не делаю просто с руками они вот такие какие есть у меня постоянная примерно влажность если конечно я начну какие-то тряпки сейчас передвигать что-то делать руками то естественно я их подсушу и будет немножко другой результат ну вот они есть ваше выделение постоянно идет она влажность примерно у вас одинаково у кого-то она выше у кого-то совсем сухие руки ну в общем как-то так я думаю у кого сухие руки у них наверное будут либо нулевые показания либо очень низкие таким людям наверное можно пальчиком смачивать но в первую очередь им надо заняться очищением организма и воду пить регулярно стабильно и нормально хотя бы полтора два часа летом и до трех литров нет проблем а теперь я пошел в лес искать свое дерево где-то тут есть дерево дуб я уже когда-то к нему ходил там сеансы пытался проводить но к сожалению с моей работой ненадолго меня хватило потом мне сюда надо приехать это на все время там я услышал кстати гол земли но он недолго длился буквально несколько секунд а телефон надо было во время этих сеансов отключать и я бы даже его включить не успел в общем-то а слышал я это отлично собачонок мой был со мной тогда и он тоже был удивлен уши у него прям такие он аж присел на задние лапы и вот так вот весь смотрел куда-то туда в лес потом я с другом ходил он было еще короче мы это же звук услышали правда друг сказал это говорит бензопила не знаю как у него это ассоциируется кстати потом я приехал домой и в ютубе я похоже гул земли нашел я долго их много прослушивал но очень похоже я нашел короткий буквально несколько секунд но это было сейчас я пойду опять в то же место сейчас хотел показать вам небо не получается уже зашел в лес поэтому вряд ли получится химтрейли химтрейлы как всегда в своем репортуаре есть клеточки и время уже сейчас скажу начало пятого а в это время уже обычно такое небо становится немножко дымкой затягивает его как бы и солнце такое становится немножко мутное по поводу состояния сегодня состояние почему показатели низкие я уже сказал в принципе у меня закончилась четвертая ночная смена и вряд ли кто-то себя чувствует очень хорошо после ночных смен поэтому это нормально то что я себя не очень хорошо чувствую не очень хорошо чувствую и соответственно у меня такие показатели хотя вчера вчера я замерял у меня было вчера намного лучше у меня где-то в районе 40-50 микровольт было но сегодня уже их нет посмотрим как будет к вечеру сейчас хожу в лес опять же приеду домой воспользуюсь своим старым рецептом вернее не моим а тем которые я знаю это обтирание солью в общем-то снять с себя немножко негатив весь это для тех кто не знает зашли в душ обмылись хорошенько в общем-то помылись да затем обтерлись солью себя обтерли полностью всего солью и затем через несколько минут смыли все это дело все процесс закончен прошлый раз я это проделал на следующий день я уже себя чувствовал хорошо сегодня я не знаю где-то качнулся либо меня качнули либо все-таки ночная смена либо это химтрейлы кто-то пишет возможно это антенны эти так называемые 5G в общем нюансов много как их все определять представления не имею но я замечаю это уже давно чем я себя лучше чувствую тем показатели на мультиметре выше милливольт или микровольт это неважно вообще по идее мили до миллиметр миллиграмм миллиамперы или вольт и ну не знаю у меня как-то автоматом выскакивает микровольт ну или микроамперы ну мне так почему-то кажется правильно вот теперь найти бы мой поворот еще правильный где я должен повернуть тут или дальше по моему здесь надеюсь я найду я уже давненько сюда не ходил поэтому покажу лес деревья тут разные деревья какие хотите клён попадается лиственница дуб кстати туда дальше дуба довольно много но к сожалению так вот в баньку веников не нарежешь потому что они в основном большие ну вот такие вот например вот это дубик старенький уже какой-то практически высох погибает дуб довольно густые заросли и с каждым годом они тут все густеют тут слева от меня была русская воинская часть а напротив через дорогу была немецкая воинская часть осталась там сейчас сделали для беженцев лагерь приют лагерь русскую часть практически всю снесли там какие-то мелкие сооружения остались частично которые участники их используют и вот тут весь лес изрыт вот такими траншеями это танкисты рыли я их могу показывать по дороге сколько угодно хоть справа хоть слева вот тут ее видно но плохо она заросла я то вижу на видео вряд ли будет видно кстати интересная тенденция мой отец служил в германии мой брат служил в германии я первую партию профукал ну опять же я не знаю попал бы я в германию или попал бы я в афганистан тогда еще был афганистан но сейчас я живу в германии и у меня тут было дежавю как ни странно я как-то там есть у нас тоже лес в другую сторону и гора там что-то церковь я туда ездил давно уже где-то ролик старый есть там и там я испытал реальное дежавю я когда туда пришел так нет не этот так где мой дубик нет не он не прошел ли я его в общем когда я туда пришел у меня у меня было стойкое ощущение что я тут уже был но я точно знал что я туда не ездил но где-то изнутри шло ощущение что я там был ну вот такие вот нюансы бывают жизни ну вот так это клён вот траншея их тут просто весь русские солдатики тут весь лес танкисты изрыли брат у меня тоже был водителем бмп он тоже тут накопал рассказывал много только в другом городе к сожалению я не помню в каком отец был в артиллерии отец еще попал 3 года службы так а где же мой дубик то неужели я его прошел или еще не дошел я же его должен узнать ну ладно сейчас я буду искать найду наверное вот нашел пришлось немножко вернуться чуть я его проскочил почему я помню тут перед ним клён маленький и за ним сразу еще один стоит дубик и этот дубик и следующий они здоровые сейчас я у него попрошу разрешения и постою немножко а потом посмотрим а хотя нет сейчас я посмотрю еще раз я же все таки тут пробежался по лесу еще сейчас посмотрю еще раз ну в общем то изменений практически нету 20 микровольт стабильные так меняем еще раз 14 13 еще раз поменяем ну даже почти 40 не почти а 40 ну пробежка свое конечно дает все таки вот по лесу идти и уже что-то какой-то результат есть уже налицо просто хорошая ходьба по лесу уже есть результаты ну давайте запомним сейчас все показания вот несколько раз я сделаю для чистоты как говорится эксперименты вот 30 еще разок возьмем хотя надо было мне сейчас все таки руки протереть чувствую я они немножко по моему увлажнились ну-ка штанишки где мы протрем пальчики ну нет это не играет роли я смотрю особой протер я пальцы и все равно вот 20 так еще разок поищем где у нас максимальная ну возьмем за фундамент 30 до 30 до 40 микровольт все пошел я к дубу ну вот постоял у дуба посмотрим что получилось ну 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 прибавки нету никакой, по крайней мере мультиметр этого не показывает, я конечно же за эти несколько минут я успокоился, постоял спокойно, тихо, послушал природу, ну вроде чуть-чуть есть, да, самая малость что-то проскакивает, в принципе почти то же самое, но если учесть что то состояние было немножко у меня как бы я сильно двигался и в это время всегда немножко напряжение подымается, а тут я уже прошло все-таки где-то в районе 10 минут, я постоял, успокоился, отстыл и все равно немножко видим, самая малость что-то есть, да, даже такой вот как бы прибор совсем не предназначенный для этого, но он что-то показывает, самое малость, конечно, еще для полного эксперимента можно найти другое дерево, постоять у другого дерева, правда вопрос у какого, березы, березы где-то тут были, я не помню, сосна, сосна у нас где-то там, далековастенькая, это в другую сторону, а вот тут получается как я сейчас тут в основном среди дубов, в основном тут с больших деревьев это дубы, ну сейчас по дороге может быть встречу другое какое-то дерево, хотя что-то я там не припомню, например, сосну или сосну, это надо как-то далековато идти, честно говоря, мне уже не хочется, березу, березу не помню, была там по дороге береза или нет, тоже врать не буду, но в любом случае подобные прогулки всегда полезны в лесу, это здорово прогуляться, всегда я после подобных прогулок себя чувствую лучше, конечно не считать того исключения, когда мы пешком забирались на ведьмино место и там я еще по своей неосторожности пошел по этой тропинке, где она предназначена для туристов среди всех булыжников разложенных, думал как бы работы идут, ничего не будет, но потом я о том ролике рассказывал там, никакого я не нашел места силы, возможно как раз его там и добивали вот этими стройками, что там делают, перестраивают и возможно его просто доламывают, а то что там место силы однозначно все-таки же в ведающей место, да, если это правильно сказать, а ведущие знали где обитать, не то что мы сейчас тыкаемся куда не попадя, ищем информацию, ищем, ну иногда правда и она нас находится информация, все же где-то что-то проскакивает, все равно потихоньку-потихоньку где-то что-то в голове, какое-то понимание понемножку складывается, конечно очень это медленно происходит, хотелось бы быстрее, вот думаю, если бы не была утеряна связь с предками, допустим не уехали бы там родители с Пермской области, ну конечно тогда бы я не жил сейчас здесь, и все было бы по-другому и вообще неизвестно жил бы я еще или нет, но если бы скажем бабушка все знания передала матери, а мать допустим передала хотя бы частично что-то мне, тогда наверное было бы все гораздо интереснее, потому что с того детства, что я помню, хоть какой-то мизер, но я всегда понимал, что есть то, о чем нам нигде никогда не говорят, и даже говорят совершенно, говорили всегда противоположное, что не верьте в суеверие, старье и так далее, а на самом деле, ну если за сутки большой черяк у меня прошел, это я своими глазами видел, то извините меня, черяк за сутки, это просто кажется фантастика какая-то, причем он уже был такой большой, и вот эта верхушка у него уже была красная, а потом еще какие-то нюансы, вообще события там, если начинаешь с самого детства вспоминать все это потихоньку, потихоньку какие-то воспоминания приходят, там различные вещи происходили, например, вот это похлопывание возле твоей ноги по кровати, это я еще совсем молодой после армии был, или то, что со мной тут конечно происходило это, ну скажут, врач сразу скажет психушку, знакомые, кто ничего подобного не испытывал, не слышал, не чувствовал, скажет это у тебя белочка, ну и все в таком духе, обычно люди так на это реагируют, когда люди чего-то не понимают, или не знают, они так реагируют, ведь зачастую даже человек, который чего-то не знает, или не понимает, он пытается тебя либо оскорбить, либо унизить, что-то в этом роде, ну в общем сказать, что ты дурачок, и не говори ерунды, но когда человек это сам почувствует, у него быстро очень, очень быстро меняется мнение ко всему этому, будем еще проверять много чего, надеюсь еще кто-нибудь из зрителей еще какую-нибудь идейку подкинет, вот это например, идейка с дубом, с деревом, это от зрителей, потом вот это последовательное подключение за руки, это тоже от зрителей идея, я попробовал, это своими глазами видел, доверять мультиметру, не доверять мультиметру, ну у нас нету другого прибора, к сожалению, но исходя из того, что я вижу своими глазами, это очевидно, все-таки как-то не знаю, как этому не верить, потому что уже в третий раз это происходит примерно то же самое, после того, как сделал шундец, через какое-то время, ну видите, у фонтанов это довольно долго происходило, я там два раза проверял и ничего не было, вот только сегодня появился первый раз какой-то результат, причем я проверил себя специально еще до фонтанов два раза, я проверил возле дома, потом приехал у друга во дворе еще раз проверил, все то же самое напряжение, потом проверил у фонтанов и там уже примерно в три-четыре раза было выше, значит уже система уже работает в другом направлении, уже она не качает, а нам дает, ну конечно вот собор это самое крутое было место, где я самого много видел, но к сожалению сейчас там работа и я вижу, что там чуть ли не по нолям, ну на этом пожалуй все, всем удачи, счастья, здоровья, пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok